МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Книги «Молодой гвардии» всегда были определенным символом престижа. Знаменитую даже серию «Жизнь замечательных людей» собирали в домашние библиотеки. И прежде, и сейчас издательство объединяло и объединяет даже вокруг себя лучших писателей и поэтов. Это Стругацкий, Горький, Евтушенко, Остапев и многие-многие другие. С каким настроением «Молодая гвардия» встречает вековой юбилей, узнаем у главного редактора издательства Марии Залеской. Мария Кирилловна, приветствуем вас. Здравствуйте. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Искал, кстати, дату. Вот не мог найти дату. Именно вот какое число? 10 октября 1922 года. Ну, как вы встречаетесь? И чем сегодня живет «Молодая гвардия»? С какими цифрами, да, может быть, или какими достижениями? Ну, цифра 100. Это уже, да. Да, это уже, мы ее уже назвали. Это более 2000 томов серии «Жизнь замечательных людей». Ну, конечно, тиражами мы сейчас похвастаться не можем, как у всех, они падают. Конечно, когда «Молодая гвардия» была в своем расцвете, и 100-150 тысяч экземпляров, это было нормально, обычно, ничего в этом не было такого сверх... Сейчас это... Ну, сейчас средний тираж 3000 экземпляров, что в аспекте нон-фикшн, ну, не так уж и плохо, скажем так, на нынешние времена. Потому что, тем не менее, вот все-таки, если отойти от математики и поговорить о более высоких материях, все-таки книга продолжает нести свою такую просвещенческую миссию. Может быть, в каком-то другом ключе, не так напрямую, не так в лоб, как это было раньше. Но в любом случае, без книги, наверное, невозможно существовать человечества. Ну, и воспитание тоже. Конечно, безусловно. Это предмет воспитания человека. Безусловно. Но как все-таки удалось «Молодой гвардии» сохранить стабильность и, самое главное, репутацию, конечно же, издательства на протяжении такого долгого промежутка времени? То есть за счет чего? Или за счет кого, если так правильнее? Ну, здесь сразу несколько аспектов, несколько китов, на которых «Молодая гвардия» стоит. Конечно, несмотря на всю коммерциализацию книжного рынка, мы все-таки старались опираться в первую очередь на качество книг, не опускаясь на какие-то однодневки, на какие-то сиюминутные всплески интереса, которые тут же гаснут. Но все-таки мы старались... Действительно, жизнь замечательных людей, людей, которые оставили заметный след в истории, и, соответственно, мы должны были соответствовать, извините за тавтологию. И, конечно, это наши авторы. Как раньше лучшие авторы печатались «Молодой гвардии», так мы стараемся и сейчас привлекать их. И они отвечают нам взаимностью, потому что «Молодая гвардия» — это не просто издательство, это еще такое очень теплое, душевное, уютное место. Главный редактор, на смену которому я пришла, Андрей Витальевич Петров, он вообще старался с авторами вести не только профессиональный разговор, к нему приходили просто поговорить, рассказать о каких-то своих семейных проблемах, может быть, о каких-то волнующих в данный момент вещах. Он такой вот исповедальный какие-то беседы вел. И это очень... В любом случае, не только вы знаете, это вообще ценится. Человеческое общение — это самое главное. Мы очень тяжело, кстати, переживали период пандемии, именно потому что были лишены общения с нашими любимыми авторами напрямую. Вот, потому что сейчас мы также стараемся их звать в гости, с ними общаться. Молодых авторов стало больше. Вот даже вот в эти непростые времена, когда, по большому счету, закрываются для творческих наших людей границы, приходят новые авторы, молодые, перспективные. Вы видите, что действительно идеи, которые излагает этот человек, они достойны молодой гвардии, если так можно выразиться. Ну, здесь в первую очередь, первую скрипку играет качество рукописи. Даже если человек впервые представляет свою рукопись на суд издателя... Вы уже видите, вы чувствуете. Вот, да, мы чувствуем потенциал. И даже если этот человек никогда нигде еще не печатался, но действительно принес вещь, достойную молодой гвардии, мы обязательно пойдем с ним на сотрудничество. Качество, качество, еще раз качество. Вот это вот у нас девиз, который помогает, наверное, оставаться на плаву и который помогает сохранить репутацию. Репутация в наше время дорогого стоит. Но сейчас их становится больше, молодых людей? Или стабильное число авторов, которые приходят в молодую гвардию? Ну, у нас стабильное число авторов, которые уже на протяжении многих лет с нами сотрудничают. Молодые люди приходят, новые имена мы открываем, стараемся привлечь к сотрудничеству молодых авторов, которые себя уже зарекомендовали в каких-то других жанрах. Ну, вот, скажем, сейчас будет выходить в свет биография Анастаса Микояна в авторстве Андрея Рубанова. Это все-таки молодое поколение авторов, вот, тем не менее, очень интересных, ищущих, хорошо пишущих, хорошо владеющих русским языком. Ну, мы открыты для сотрудничества. Такого рода авторы, вот вы сейчас привели пример, они помогают в воспитании молодого поколения? Вообще ориентируйтесь на воспитательный аспект в вашей работе. Ну, наверное, ориентироваться на воспитательный аспект – это все-таки прерогатива учебной литературы. Мы стараемся освещать правду, что называется. Мы стараемся развенчивать какие-то устоявшиеся исторические мифы. Кстати, такого рода биографии, которые по-новому открывают героя, мы очень ценим. Можно посмотреть всю линейку «Жизнь замечательных людей». Часто один и тот же герой в разных авторствах у нас присутствует. Именно потому что каждый раз это новый взгляд, каждый раз это что-то интересное, что-то новое, что-то неизведанное, что-то просвещающее и воспитывающее, безусловно. Безусловно, это книги, требующие вдумчивого чтения, несмотря на то, что они очень разные, даже, можно сказать, внутри самого биографического жанра. У нас есть серьёзные монографии с полным набором научного аппарата. Есть книги, даже которые написаны в жанре романа. Ну, не говоря уже о всем известном жизнеописании Мольера в авторстве Булгакова, у нас есть роман, посвящённый... И очень такой толстый, обширный, масштабный роман, посвящённый жизни Густава Климта. Роман написан очень своеобразным языком, ну, как сам художник, так и подход автора был очень своеобразный. Тем не менее, это тот роман, на который теперь ссылаются в научных монографиях, поскольку автор действительно всю свою жизнь, что называется, положил на алтаре этой книги. Вот именно такие книги мы ценим в первую очередь, именно такие книги мы стараемся отыскивать в море литературы. Да, вот на книжных выставках и форумах, а мы стараемся и наша редакция не пропускает такого рода знаменательные крупные события с книгами, мы слышим от издательств, от авторов, что сейчас очень непросто конкурировать с гаджетоманией, если так можно выразить, да, вот с тем, что у меня, кстати, в руках, планшетами, мобильными телефонами, электронными книгами. Вы испытываете эту конкуренцию? Насколько вам тяжело сейчас? Или вы приспосабливаетесь к этому рынку и тоже выпускаете электронные книги? Мы все приспосабливаемся, мы тоже читаем в гаджетах, мы тоже не можем не пользоваться, потому что это уже реальность нашего времени, от которой никуда не деться. Мы выпускаем электронные книги, мы недавно начали выпускать электронные книги. Пока еще трудно сказать, насколько это приносит, что называется, свои плоды. И время должно пройти, потому что, еще раз говорю, мы только начали в этот рынок входить. Что касается такой уж конкуренции, я бы, наверное, не противопоставляла бумажную книгу и электронную. В разные периоды, скажем так, жизни одному и тому же человеку может понадобиться то электронная книга, то бумажная. Ну, как пример можно привести, если ученый подготавливает доклад, ему удобнее взять монографию в электронном виде. А если хочется расслабиться, получить удовольствие именно от чтения, то, конечно, шелест страниц, запах типографской краски – это дополнительные ощущения, которые придают магию чтению. И вообще уже существуют такие исследования научные, которые доказывают, что восприятие текста совсем другое. Книжная книга вот именно в бумажном варианте – это совсем другое. Ее ничуть что не заменит просто. Вот, совершенно верно. Поэтому говорить о том, что электронная книга непременно убьет бумажную, я бы так не стала. Я бы даже категорически наставила, что так не будет. Да, буквально к вам короткий вопрос, если можно короткий ответ. Не могу вас об этом не спросить, потому что тоже занимался коллекционированием в жизни замечательных людей. И мои родители этим тоже занимались. И это, конечно, история каждой семьи практически. Каждой семьи, безусловно. Будете продолжать? Обязательно. И что в ближайшее время появится? В ближайшее время появится очень ожидаемая биография Шолохова в авторстве Захара Прилепина. Это очень интересно. Книга, безусловно, которая вызовет и интересы, и споры. Это был сейчас инсайт на нашем телеканале. Ну, можно сказать, да. Следите за нашим рекламой. Готовим к выходу. Это будет очень, как всегда у Захара, книга очень масштабная, толстая. Но дату пока вы не можете назвать, да? Мы будем ее презентовать на ярмарке «Нонфикшн». О, круто. Так что приглашаем. Приглашу, будем рады. Мы обязательно, обязательно приедем. Спасибо большое, Мария Кирилловна. О вековом юбилее молодой гвардии мы говорили с главным редактором издательства Марии Залеской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова